Офигеть сколько бабла! Я в жизни таких огромных деньжей в руках не держал! Наконец-то тачку смогу себе купить! Короче говоря, я в параллельной вселенной! Это было обычное зимнее утро 2 апреля. Я как всегда проснулся на своем любимом мягком диване. Потянулся, пошел в свою комнату. Стоп, я не понял. А чего я на полу делал? И почему мне казалось, что это диван? Все просто, сынок. Я переношу тебя в параллельную вселенную. Дедушка, сто лет вас не видел. О, вы имидж сменили. Не время говорить об одежде, внучок. Ты долго ругался на свою жизнь и в конец достал меня. Ты отправляешься на целую неделю в параллельную вселенную. В мир, где все наоборот. Там ты сможешь делать что угодно. Быть кем угодно. Пока, внучок. Постойте, но я... Вот это меня тряхануло магией. Чуть об стену весь не переломался. Я встал на ноги. Осмотрелся. Деда Мага нигде не было. Конечно, сделал свое темное дело и исчез. Я пошел в комнату сестры. Сейчас проверю, реально ли я в параллельной вселенной. Алло, Ирина, подъем. Ты чего здесь устроила? А, что? Что такое? Ты почему еще не в школе? Что, я за тебя учиться должен? Ой, прости. Я кажется, проспала. Сестра, как бешеная, стала бегать по комнате и собирать портфель. Через пару секунд на телефон позвонили. Алло. Добрый день, Денис. Это Виктор Степанович Дрещуган. Класс руководитель вашей сестры Ирины. Очень приятно, Дрещуган. Что случилось? Я должен вам сообщить, что Ирина систематически прогуливает школу. Получает одни двойки и каждый день дерется с одноклассниками и учителями. Понял тебя, Степанович. Давай подтягивайся тогда к нам на хату. Вместе решать вопрос будем. Через минуту классный руководитель уже звонил в дверь. Здоров, Дрещ, заходи. Давай, манатки, скидывай и пошли к столу пожрем. Виктор Степанович разделся. Я любезно пригласил его на кухню. Ирина уже накрыла на стол целую кучу еды. Я предложил учителю позавтракать с нами. Ты жрать будешь первое или второе? Я бы от первого не отказался. Сестра налила учителю тарелку супа. Он тут же стал быстро кушать. Ой, Дрещ, как хорошо с тобой посидели. Душевно. Сестра, проводи учителя. Ирина пошла с Виктором Степановичем к двери. Мы попрощались. Учитель довольный вышел из дома. Круто. Походу я реально в параллельной вселенной. Пойду на улицу. Посмотрю, как там. Я оделся. Взял мусор. Вышел из дома. Только я хотел выкинуть мешок, как услышал знакомый голос. Стой, мастер, ты что это делаешь-то? Мусор выкинуть? Большой грех. Да лучше мы у тебя это его купим, а? Хорошо. Почем заберете? Бомжи посовещались. Дядь Игорь достал из кармана 15 тысяч и протянул их мне. Чего? За пятнашку? Вы меня что за дурака держите? Я его лучше выкину. Хорошо. Той отсюда. Я прикинул, сколько денег мне не хватает на новый джип. Сотку гони. Мы рассчитались с бомжами. Я довольный, пошел дальше. Офигеть, сколько бабла. Я в жизни таких огромных деньжей в руках не держал. Наконец-то тачку смогу себе купить. Через минуту я уже торговался с хозяином большого джипа. 70. 60. 80. 50. Ааа, 100. Ладно, говорил. Я отдал деньги. Сел в машину. Классная какая, удобная. Не приору, конечно, но тоже пойдет. Я подъехал к дому. Набрал сестру. Странно, чего это она трубку не берет? Я вышел из машины. Поднялся на свой этаж. Зашел в квартиру. Чего-то очень тихо. Мне кажется, или... Я как бешеный побежал в комнату сестры. Открыл дверь. Вы что здесь все с ума что ли посходили? Вы чем здесь занимаетесь? Дверь закрыли, притихли. Думали, я не замечу. Ребята были очень напуганы. Ирина еле-еле смогла сказать. Это... Не то, что ты подумал. Ах, не то. То есть это не дневник? А это не тетрадки? Какой позор. Моя сестра позвала каких-то ботанов, и они все вместе сидят учатся у меня дома. Да я вас сейчас всех в полицию сдам. Нет, только не в полицию. Мы больше не будем. Короче, даю вам последний шанс. А ну-ка быстро встали и пошли в контроль рубиться. И пока по 30 каток на каждой карте не отыграете, чтобы вы за компанией вставали. Задроты сели за ком. Стали играть в CSGO. Да кто так стреляет? Ровнее калаш держи. Это тебе не физику учить. Здесь думать нужно. Все, не могу больше с этими задротами. Пойду на улицу, проветрюсь. Сестра, со мной пойдешь. Мы с Ириной оделись, вышли из дома. Садись, сестра. Кататься поедем. Я тачку новую взял. Мы катались 5 минут, 10 минут, 15 минут. Вскоре я заметил, что не завел машину. Сестра сказала. Так у тебя же прав нет. А что, права влияют на характеристики машины? Через пару минут я выехал со двора. Мы помчали по дороге. Еще через минуту нас остановил полицейский. Чего тебе? Капитан полиции Барунов, ваш документ. Извините, товарищ мент, с собой не вожу. Места много в бардачке занимают. А, понимаю. Я тут тоже как удостоверение не беру. Шоколадку мне с него кладу. От него больше пользы. Мы так подружились с полицейским, что он сел ко мне в машину. Ай, пошла отсюда. Стал обучать меня правильной езде. Короче, сейчас плавно отпускаешь сцепление и медленно нажимаешь на газ. Ну, товарищ капитан, у меня автомат. Здесь нет сцепления. Тихо ты, никому не говори, что у тебя автомат. Это незаконно. Да я не то имею в виду. У меня коробка автомат на машине. О, ты какой шустрый. Это ты автомат в машину строил. Я помню, тоже себе на копейку два пулемета поставил. Так вот, они там... Капитан так интересно рассказывал про свои изобретения, что заснул. Ирин, что мы с этим ненормальным делать будем? Давай его выкинем. Мы аккуратно стали вытаскивать полицейского из машины. Положили его на землю. Да тихо ты, не разбуди. А я что? Ты его сам сильно дергаешь. Мы с сестрой стали громко спорить, кто из нас больше будет полицейского. Через минуту снизу мы услышали голос. А ну стоять, не давай двигаться. Работает ОМОН. Мы с Ириной решили больше не тревожить личного капитана. Сели в машину, вернулись к дому. Уже в квартире нас ждали двое то ли гопников, то ли бандитов. Привет, пацаны. А вы тут чего делаете? Как сюда попали? В смысле как попали? Ты нас вообще за кого принимаешь? Через дверь нормально зашли. А у нас и платомочка. Тихо, брат. Не напрягай парней. Они люди хорошие, ученые. Мы познакомились с ребятами. Они рассказали, что совсем недавно вернулись с научной экспедиции, в которой были целых пять лет. Офигеть, и чем вы там занимались? Ну как че? У Нарда играли, в карты, в подклоп делали. Мы его поднимали. Хи-хи-хи. Ух ты, интересные занятия. Научные. Сестра тоже захотела с ними на следующую экспедицию. Она сняла кофту, показала, что уже готовится к поездке. Не, ну а что, нормальные рисунки? Ну лучше, конечно, купола. Вон как у Сиплова. Уже третий здоровый купол скоро будет. Ага, как в магазин через дорогу зайдем. Мы еще долго общались с ребятами. Они были очень культурные и интеллигентные люди. Блин, как все-таки кайфово быть в параллельной вселенной. Мне прям очень нравится. Конечно, внучок. Дедушка плохого не сделает. О, вы вернулись? Что, уже все? Мне пора возвращаться в обычный мир? Нет, внучок. Еще целых шесть дней ты будешь жить в параллельной вселенной. Ого, круто. А потом назад, да? А назад вернуться, внучок, будет непросто. Ты должен найти в этом огромном ролике четыре банана. Два из них настоящие и находятся в первом дне. А еще два виртуальные. Они будут в следующих шести днях. Прощай. Постойте, а что будет, если я не справлюсь? Если ты не найдешь все бананы, то навеки застрянешь между мирами. Ты будешь не в этом мире и не в том. Удачи. Прощай. Стой, дедушка, ты куда? Постой, как же мне теперь быть? На мой крик в комнату прибежали все мои новые друзья. Слышь, пацан, ты что так орешь-то? А что закладывать? Я рассказал парням и сестре про все, что со мной сегодня случилось. Про параллельную вселенную, деда-мага и бананы, которые мне нужно найти. Это, пацан, ты что, не наркоман, нет? Да вы что? Это правда было. Вот на этом самом месте стоял дед-маг. Что мне теперь делать? Брат, так а что ты паришься? Ты же блогер, попроси своих зрителей, пусть они тебе помогут. Блин, точно. Спасибо, Ирин. Ребят, помогите найти четыре банана в этом ролике. Два настоящих и два виртуальных. Напишите в комментариях, где они будут. Лучшие попадут в следующий ролик. Постой, постой. А ты что, блогер что ли? У тебя что, деда-деда денег много? Не-не, ребят, вы не так поняли. Да и вам уже домой пора. Все, пока-пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наконец-то на учебу. Обожаю ее. Буду контрольные писать. Уроки учить. К экзаменам готовиться. Кайф. А то достало уже сидеть дома и играть в комп и Бравл Старс целыми днями. Думаю вообще телефон выкинуть. Бесит это старье. Даже кнопок нет. Вот вырасту и украду себе самый новый аппарат, как у мамы. А то ходит, хвастается своей Моторолой. Деловая. Думая об этом, я заметил, как в комнату зашла мама. В руках у нее была Моторола. Ну вот, сейчас опять хвастаться будет своим крутым телефоном. Что, сынок, все с твоим варючим яблоком ходишь? Ха-ха-ха. Ну вот, я же говорил, достало выделываться. Я сказал. Да не, мам, я его вечером сожгу пойду. Не хочу позориться. Вот и умник, это правильно. О, пойдем в бутылочку поиграем. Ух ты. Круто, мам. Пошли, конечно. Это крутая игра. Мы с мамой пошли в другую комнату. Супер. Сейчас поиграем в мою любимую игру. О, мам, придумал. А давай, чтобы было еще интереснее, бомжей позовем в бутылочку играть. Точно. Отличная мысль, сынок. Иди сходи за ними. Я оделся. Вышел на улицу. Ох, холодно-то как. 30 градусов всего. Аж зубы сводит. Надо было пуховик надеть. Ну или шубу. Так, а где бомжи? Странно, особняк их на месте, а их нет. Наверное, в другой дом свой переехали. Я дошел до второго особняка бомжей. Вот они, сидят голубчики. Ну, наконец-то нашел. Здравствуйте, дядя Игорек и тетя Зинка. А погнали к нам в бутылочку играть. О, а что, Зин, погнали? Мне нравятся игры. Надеюсь, эта бутылка не пустая. Ты что, Игорек, какие игры? К нам гость пришел, устал с дороги. Ну да, устал, конечно. Долго до вас шел. Минуты три. Ну вот, оставайся у нас ночевкой. А завтра пойдем играть. А что, это хорошая идея. Так устал сюда идти, можно и отдохнуть. Тем более, особняк у них здоровенный. Комнат полно. Я лег на шикарную кровать. Потихоньку заснул. Ох, как хорошо выспался. На улице так прекрасно. Комары всю ночь кусали. Романтика. Так, надо поблагодарить хозяйку этой огромной виллы. Тетя Зин, доброе утро. Спасибо за гостеприимство. Я пошел. Спасибо, в карман не положишь. Плати давай. У нас посуточная оплата за апартаменты с евроремонтом. А сколько стоит? Три тысячи гони. Ну, у вас расценки. Надеюсь, не евро? У нас вообще-то самый дешевый цен на районе. Чего? Да у вас даже умыться негде. Ночью дождь шел, у нас все включено. Ты что, малой? У нас сервис на уровне. Ладно, возьмите. Сдачи не надо. Я отдал деньги за гостиницу. Пошел в сторону дома. Совсем бомжи офигели. Сами позвали в гости, а потом денег требуют. Ну, ничего. За это я не позвал их в бутылочку играть. Сами виноваты. Интересно, меня там мама не потеряла? Первый раз не ночевал дома и даже ее не предупредил. Я поднялся по лестнице, позвонил в дверь. Хм, никто не открывает. Ладно, сам зайду. Двери мы все равно никогда не закрываем. Так, ну разуваться я не буду, а то полы слишком чистые. О, а вот и мама. Как всегда, свои сериалы смотрит. И что она в них находит? Хотя, на таком большом телеке и я бы посмотрел. Мам, вообще-то я дома не ночевал. И что? Хочешь в следующий раз вообще, можешь на неделю пропасть? Я даже волноваться не буду. Круто. У меня самая лучшая мама в мире. Вообще не ограничивает мою свободу. Ладно, бомжи не покормили, надо поесть. Я зашел на кухню. Ух ты, все чисто, посуда вымота. Какая же у меня все-таки мама хозяйственная? Я начал искать еду. Открыл один шкаф, второй, третий. Эх, каши нет, как всегда. Придется эту пищу для спортсменов есть. От нее толку нет, только мышцы растут. А мне они зачем? Перещом быть гораздо круче. Я попробовал чипсину. Фу, холодные вообще невкусные, надо подогреть. Во, совсем другое дело. Горячие и сочные стали. Я покушал, вернулся к себе в комнату. Только хотел сесть почитать антиклопедию для мальчиков, как вспомнил про вчерашнюю игру. Я зашел в комнату к маме. Мам, пошли в бутылочку играть, еще вчера же собирались. Ой, точно, погнали. Мы зашли в зал. Здесь тоже все было очень чисто. Какая же хозяйственная? У меня все-таки мама. Всегда за порядком следит. И как она все успевает? Мы играли в бутылочку пять минут. Десять минут. Пятнадцать минут. Я выиграл три раза, а мама восемь. Конечно, она профессионал. Мне трудно с ней пока бороться. Но ничего, вырасту и вообще по ней чемпионом района стану. Так, чем бы еще позаниматься? О, давно я книги не читал. К школе пора начинать готовиться. Я принес свои любимые книги. Начал с удовольствием читать. Через пять минут в комнату зашла мама. Но я был так увлечен чтением, что даже не заметил ее. Сынок, у нас туалетная бумага закончилась. В магазин не охота идти. Дай одну книжечку. Ты чего, мам? Книги это святое. С ними так нельзя обращаться. Мама вырвала у меня книгу из рук. Что ты в нее так вцепился с обычной бумагой? Мама лишила у меня самой любимой книги. Моей энциклопедии. Я ее семь раз прочитал. Сегодня хотел восьмой. Сынок, ты чего здесь плачешь? Надержи телефон, играй в Бравл Стар сколько угодно. Не хочу, мам. Я в игры не играю. Терпеть их не могу. Ах так, она быстро включила игру. Играя хоть до ночи. Эх, ну ладно, как скажешь. Мама вышла из комнаты. Не буду я играть. Я что, ботан что ли? В игры одни лузеры играют. Лучше пойду на улицу, свежим воздухом подышу. Я зашел к маме в комнату. Мам, я пойду погуляю. Мусор выкинуть? Не надо, сынок. Я его соседям по дверь подставлю, а они выкинут. Я обулся. Вышел из подъезда. Ох, какой воздух свежий. Так дышится легко на улице. Молодец у меня мама. Квартиру прям рядом с заводом купила. О, старые знакомые. Помойные бизнесмены. Зинка на Ламбаджине опять собирает. Я подошел ближе. Тетя Зин, а у вас хоть права-то есть? А зачем они мне? Меня на такой тачке все равно никто не остановит. Вам нельзя за руль. Вы все время пьяная. Я вообще не пью, я за ЗОЖ. Да она у меня вообще спортсменка в марафонах участвует. Ага, кто быстрее добежит и сдаст бутылки. Какие бутылки? Мы вообще-то уважаемые люди. Игорек, прогони его, надоел мне. Слышь, а ну коваля отсюда, придурочный. Сейчас я тебе, пху, надоел уже. Ты мою Зинаиду заводишь. Настешь в рюме, а нет, иди отсюда. Вот фантазеры. Живут в каком-то своем мире параллельном. Бизнесменами себя возомнили. Ладно, пойду в магазин, наберу просрочку. А то давно живот не болел. Я дошел до магазина. Так, чего тут у нас вкусненького? О, йогурт, месяц просрочен, подойдет. Еще и цена в два раза дороже. Надо брать. Я сложил покупки, вышел из магазина. Не успел я пройти и сто метров, а встретил знакомого гопника. А, малой, здорово. Че это ты, похавать купил, да? Привет, Сява. Да ничего особенного, йогурта захотелось. О, а так я посмотрю. Ой, йогурт, это круто. Дашь мне тогда? Да, конечно. Пей на здоровье. Мы попрощались с Сявой, я пошел в сторону дома. Эх, жаль йогурт отдал. Он такой вкусный. Просрочен, всего на месяц. Интересно, понравился ли он гопнику? Через пять минут я уже заходил в квартиру. Игорек, пошли. Странно, мне кажется, или в моей комнате кто-то разговаривает. Мам, а кто у нас в гостях? Сынок, я уже думала, ты не придешь и решила сдать твою комнату квартирантам. Как? Я вообще-то еще здесь живу. Ну ничего, если что, я тебя в коридоре постелю. Ну что, вы согласны? Надо подумать. Как-то здесь света маловато и неуютно вообще. Ага, и диван, слома. Можете сразу не платить, поживете, присмотритесь, как вам удобно. Ну конечно, не наш люксовый номер, но жить можно. Зато у меня теперь будет рабочее место, как у крутого делового человека. А у меня гардеробная, как у Бузовой. Пипец, надо чего-то делать. Не хочу в коридоре спать. О, придумал. Мам, а чего ты нашим новым квартирантам не говоришь, что у нас разная живность водится? Ну там змеи, мыши, жуки. Игорек, пошли отсюда, другую квартиру посмотрим. Ага, пошли, Зин, мне тут тоже не нравится. Мне это плохая, и ком, говно. Бомжи стали уходить. Я закрыл за ними дверь. Сынок, ты зачем их спугнул? Они предлагали расплачиваться свежайшими продуктами с помойки. Я объяснил маме, почему я не хочу, чтобы Игорь и Зинка жили в моей комнате. В конце я добавил неоспоримый довод. А свежие продукты с помойки я тебе сам носить буду. Всё, вопрос с бомжами решил? Пойду отдохну, на улице постою. Я спустился по лестнице. У самого подъезда встретил Валеру лопату. Он почему-то шёл хромая. Привет, Валер, а чего с тобой случилось? Да, КамАЗ на ногу наехал. Ох, ничего себе, наверное больно, перелом. Да ладно, я даже не почувствовал. Он же лёгкий, как пушинка, килограмм пять весит. Ну ладно, Валер, ты ноги-то береги, а то как будешь от полиции убегать? Всё, пока. Две минуты погулял, надоело. Да и спать уже хочется. Пойду прилягу. Я вернулся к себе в комнату. Лёг на диван. Ох, хорошо бомжей выгнал. А то бы спал сейчас на полу. Я проснулся на своём любимом мягком полу. Ох, выспался хорошо. И как раньше на кроватях спали, на них вся спина за ночь анимеет. Блин, вчера всю ночь уроки делал, тетрадки убрать забыл. Надо и срочно спрятать, чтобы мама не запалила, что я в школу хожу. Я быстро вскочил на ноги, закрыл дверь на замок, стал складывать тетрадки в портфель. Из коридора раздался голос мамы. Сынок, ты чё там закрылся? А ну быстро открой. Да, мам, сейчас. Открывай, кому говорю, ты что там уроки делаешь? Я открыл дверь. Мам, ну ты чего? Как ты такое только подумать могла? Мы же договорились. Ты в школу ходишь, а я семью обеспечиваю. Вот я пришла тебя разбудить, чтобы ты на работу не проспал, а я в школу пошла. Я проводил маму до двери, пожелал ей успехов в учёбе. И чтоб без параж с колами не возвращалась. Конечно, сынок, я же отличница. Я закрыл за мамой дверь, посмотрел на часы. Блин, опять не работают, а ещё американские. Ладно, хорошо, хоть у меня всегда ещё русские с собой. Ни разу не ломались. Сейчас по-быстрому перекушу и на работу. Я пошёл на кухню. Так, чего тут у нас вкусненького? Лимон, банан, арбуз и чипсы. Выбор очевиден. Ох, накушался от пуза. Можно и на работу собираться. Я достал штаны, майку, утюг. Стал гладить вещи. Ну а что, не в мятах же на работу идти. Я гладил одну минуту. Две минуты. Три минуты. Вот, совсем другое дело. Красивая, ровная маечка. Я обулся. Вышел на улицу. В школу, конечно, очень хочу сходить, но нельзя. На работу надо. Семью кормить нужно. Я работал двадцать минут. Работал час. Эй, стой! Давай сюда деньги! Работал два часа. Не стой, пацан! Вот, держите, что есть! Ну неплохо, так сегодня подзаработал. Но покушать нам с мамой должно хватить. О, придумал. В казино ещё зайду. Сегодня мой день, должно повезти. Делайте ваши ставки, господа. Ставлю десять тысяч. Ты что, пацан? Мы тут на такую мелочь не играем. Вот, ставлю тачку, джип. Хорошо, принимаю и удваиваю. Я был в казино десять минут, двадцать минут, тридцать минут. В итоге мне повезло. Я всех победил и забрал свой выигрыш. Ну всё, хватит работать на сегодня. Всех денег всё равно не заработаешь. Пойду домой. Через десять минут я уже заходил в квартиру. Разулся. Стал думать, как бы отдохнуть. Может, теоремы по геометрии порешать? Или лучше «Войну и мир» Толстого прочитать по-быстрому? Не успел я начать доказывать на компе теоремы, как услышал шум в коридоре. Наверное, мама со школы пришла. Пойду проверю. Ну точно. В квартиру потихоньку пробиралась мама. Вид у неё был очень помятый и расстроенный. Я спросил. Ты чего такая грустная, мам? Что случилось? Да нет, сынок. Всё хорошо. Тебе показалось. Ну сразу же видно, что врёт. По-любому пятёрку получила. Сейчас выведу тебя на чистую воду. Ах, мне показалось? А ну-ка дай дневник твой проверю. Мама всячески стала меня отговаривать и переводить тему. Но я был непреклонен. Дневник. Мама грустно протянула мне дневник. Я открыл сегодняшний день и просто офигел. Мам, ты вообще нормальная? Как можно было за один день три пятёрки получить? И по математике, и по русскому, и даже по литературе. Сынок, ну я... А ну замолчи, когда с тобой дети разговаривают. Наказана. Быстро в угол встала. Мама потихоньку отвернулась в угол. Было видно, как ей стыдно за себя. Я не мог остановиться и продолжил читать лекции. Куда тебя с такими оценками возьмут? Врачом? Банкиром? А может учёным станешь? Подумать только три пятёрки за день. Сама учиться не хочешь? Хоть сына не позволь. Всё, даже дома находиться не хочу. Пойду прогуляюсь. Может успокоюсь на свежем воздухе. Я спустился вниз по лестнице. Пошёл вдоль дороги. Фух, чуть не спалился, пока маму ругал. Главное, чтобы она не узнала, что я сам тоже в школу хожу. Вот тогда я боюсь. Ни углом и ни ремнём я не отделаюсь. Хе-хе. Думая об этом, недалеко я заметил магазин. О, как раз что-нибудь покушать зайду сопру. А то чего-то так сладкого захотелось. Я зашёл в магазин, взял сладостей, прошёл мимо кассы, как ни в чём не бывало. Ммм, вкусненький какой. Сладкий, сочный. Одно удовольствие такой апельсинчик погрызть. Ладно, ещё немного погуляю и домой пойду. Надо маму из угла выпускать, а то стоит там одна бедная. Я гулял 10 минут. 20 минут. 30 минут. Сам не понял, как дошёл до парка. Но раз уж я здесь, пройдусь немного вдоль аллеи. Здесь красиво и воздух чистый. Опа, мой старый знакомый на лавке сидит. Грустный какой-то. Пойду поинтересуюсь, может чего случилось. Здорово, Валер. А ты чё кислый такой? А, погоди, погоди. Ты чего, плачешь что ли? Да, плачу. А чё, нельзя что ли? Да плачь, конечно, Валер. Ты вор, тебе всё можно. Ну вот и всё. Не приставай ко мне. Без тебя точно. Я пошёл в другую сторону. Подумаешь, какие нежные бандиты пошли. Слово сказать нельзя. Интересно, что у него случилось? Товарищ бандит, а что у вас случилось? Почему плачете? Да даже говорить не хочу. Достали все. Это вы зря. Полиция? А то и нужна, чтобы ворам помогать. Что у вас произошло? Да представляешь, товарищ мент. Короче, я сегодня хату обокрал. Смёр вот это вот яйцо. Золото, бриллианты. Ну думаю, всё, я богатый. А оно поднял, как оказалось. Пойгинь. Ну это не дело. Это уголовное преступление. Да за такое я посадить могу. Говори адрес. Накажем хозяина по всей строгости закона. Улица Пушкина, дом Колотушкина, 8. Странно. Это же мой адрес. Ах ты, гад, моё яйцо украл. Да я тебя. Хотя перед законом-то все равны. Я обманул вора, получается. Пойду в тюрьму садиться. Я не спеша шёл из парка домой. Ну а куда торопиться-то? Погода хорошая. Дождь неделю шёл. Ветер не очень сильный. Гулять одно удовольствие. Я поднялся по лестнице. Зашёл в квартиру. В углу по-прежнему стояла мама. Ой, мам, совсем забыл про тебя. Выходи из угла. Но чтоб больше никаких пятёрок. Запомни, есть только двойки и колы. Поняла? Поняла. Всё, иди покушать, приготовь чего-нибудь. А я пока отдохнуть прилягу. Устал что-то сегодня на работе. Я открыл балкон. Лёг на пол у входа. На сквозняке самый кайф спать. Никогда не заболеешь. Только я начал проваливаться в сон, как услышал голос мамы. Она стояла надо мной. Сынок, иди кушать курицу в духовке. О, поваляться на полу я, конечно, очень хочу. Но есть я хочу ещё больше. Я пошёл на кухню. Открыл духовку. Ух ты, запечённая кухня. Курочка, а пахнет-то как. Моя любимая. Я положил курицу на стол. Приготовился кушать. Сынок, ты только всё не съешь. К нам сейчас важные люди придут. Хорошо, мам. Я немножко. Только я хотел откусить кусочек вкусной курочки, как в дверь позвонили. Сынок, ты чё сидишь? Иди открывай, гостей встречай. Эх, поесть нормально не дадут. Я встал со стула. Открыл дверь. В дом зашёл олигарх Игорь Николаевич и топ-модель мисс Мира Зинаида Петровна. Прошу к столу, гости дорогие. Ребята зашли на кухню. Сели за стол. Зинаида, вам курочки положить? Смотрите, какая поджаристая. Ну я даже не знаю. Я за фигурой слежу. Ой, да ладно тебе, Зин. Ты жрёшься подряд. Тебя хрен прокормишь. Это, ешь пока здесь до халявы, а? Мы покушали вкусные курочки. Я проводил гостей на выход. Мам, зачем ты этих богачей к нам привела? Они всё поели и ушли. Даже с собой еды взять хотели. Ты чего, сынок, это важные связи. Пётр Николаевич всеми помойками в стране заведует. А Зинаида Петровна вообще из любого бутика может шмотки украсть. Эх, ну да. Люди важные и нужные. Жалко курицу мою съели. Ладно, пойду я всё-таки посплю. А то завтра втихаря от мамы в школу хочу сходить. А денег и прям там заработать можно. Я лёг на пол, потихоньку заснул. Эх, сколько там уже? 12 дня. Как же я не люблю выходные. Спать до обеда приходится. Скорей бы понедельник. Я встал со своей уютной кроватки. Как же она мне нравится. Тёплая, мягкая и удобная. А раньше говорят, на больших кроватях с матрасами спали. Неадекватные какие-то. Я поднялся по лестнице. Зашёл в дом. Так, мамы в комнате нет. Ну всё понятно. Сейчас поймаю её с поличным. Я аккуратно снял ботинки. Медленно подкрался к своей комнате. Ну так и знал. Мама сидела за компом и играла в КСГО. Мам, ты почему не в школе? Опять в игры рубишься. Ой, сынок, я только села. Только села она. А ну-ка быстро взяла портфель и бегом в школу. Мама грустно встала с кресла. Собрала портфель. Вышла в подъезд. В детдом тебя сдам. Или в армию пойдёшь. Будет знать, как в школу опаздывать. Эх, вот мамы пошли. Меня в её время из школы было за уши не оттащить. Вставал в 6 утра. Кушал вкусную пустую кашку на воде. Тащил на себе тяжеленный рюкзак. Довольный, под дождём с грозой шёл в школу. Эх, времена были. Романтика. Я зашёл в свою комнату. Посмотрел на комп. На нём была загружена КСГО. Вот и что мама в этой контре нашла? Отстой же, полнейший. Ладно, попробую поиграть 5 минут. Так, чего тут надо покупать? Да ну, фигня полнейшая. Как в неё вообще люди часами играть могут? Сколько там уже? Что? 4 часа? Это я полдня проиграл. Вот дурацкое устройство. На металл тебя сдал. Думая об этом, я услышал звуки из коридора. Блин, мама уже пришла. Надо срочно комп выключить. Не дай бог спалит, что я в контру играл. Только я вырубил комп, как в комнату зашла мама. Сынок, а ты что это здесь на полу делаешь? А, да я это, поспать прилёг. Устал чего-то за день. Странно, ты же в поле заспишь. Я тебя специально там постелила. Я не знал, что ответить маме. Но неожиданно меня спас телефонный звонок. Стой, мам, мне звонят. Алло. Добрый день, это чёрный риэлтор Геннадий. Вы оставляли заявку у нас на сайте ябудобомжом.ру. Ну да, оставлял. Поздравляем, вы выиграли новенькую трёхкомнатную квартиру. Наш агент уже выехал к вам для оформления. Офигеть, это просто супер новость. Не могу ждать, надо срочно поделиться с мамой. Мам, ну ты чего сидишь-то? Собирайся, мы переезжаем в новую квартиру. Мама очень обрадовалась. Стала подробно расспрашивать о новом доме. Всё, потом, мам. Сейчас риэлтор приедет и всё расскажет. Во, а вот и он, походу. Я открыл дверь. В коридор сразу вошёл какой-то мужчина. Он был очень дорого и стильно одет. Особенно по обуви было видно, что он нереально богат. Добрый день, счастливчик. Вы выиграем новую квартиру. Да, спасибо, я знаю. А когда можно её посмотреть? Квартира полностью бесплатная. Вы платите только за оформление документов. Подпишитесь здесь. Риэлтор дал мне какие-то бумаги. Кредит на пять лет. Да вы что? Кто же документы отчитает? Подписывайте. Ой, и правда. Чего это я? Сынок, может быть, всё-таки стоит прочитать договор? Да ты что, мам, посмотри. Кристально честный же человек, сразу видно. Я подписал договор. Отдал его риэлтору. Он сразу стал уходить. Стойте, а как же квартира? Да тут недалеко. Там это, сам съедешь, посмотришь. Крутой мужик. Занятой. Сразу видно честный человек. Но таких вся страна держится. Я вернулся домой. Закрыл дверь. Сынок, ну что, когда пойдём в квартиру смотреть? Ой, мам, потом. Документы всё равно на руках. Лучше покажи-ка мне свой дневничок. Чего застыло? Дневник давай. Мама нехотя протянула мне дневник. Так, посмотрим. Чего? Ты серьёзно? Семь пятёрок? За один день? Ну там лёгкие предметы были. Я не выдержал. Стал объяснять маме, что я думаю о ней и о школе. Ты же всегда мечтала кассивом в пятёрочке стать. Ну или листовки раздавать. А с такими оценками что из тебя вырастет? Банкир? Доктор наук? Ну, сынок, я... А ну молчи, когда с тобой дети разговаривают. Всё, выбесила меня. Быстро в угол. И будешь стоять, пока не поймёшь, что выше двойки только те неудачники получают. А я пока прогуляюсь схожу. Заодно мусор из помойки принесу. А то уже совсем есть нечего. Я оделся, обулся. Вышел на улицу. Ох, дел сегодня полно наделал. Поспал до обеда. Маму в угол поставил. Ещё и квартиру выиграл. Кать, погода ещё классная. Уже неделю льёт дождь, а завтра вообще ураган передавали. Думая об этом, я дошёл до помойки. Возле баков стояла табличка. Блин, подстава. Мама меня домой без мусора не пустит. Опять чаи гоняют. Совсем работать не хотят. Я обошёл помойку. Тук-тук-тук, можно спросить? Чё надо? Не видишь, у нас перерыв. Ого, чё это вы читать стали? Образованными хотите стать? А, да не, Пётр он это, ни одна буквы не знает. Так сидит, картинки смотрит. А я английский учу. А зачем он вам? Для саморазвития. Выучу язык и в Америку лечу. Буду там загорать под пальмами и петь мохито. Найду себе там американку и буду жить припеваючи за её счёт. Ага, Зинка тебе найдёт. Да шучу я. Помечтать уже нельзя. Ладно, дядь бомж, у вас мусор свежий? Обижаешь, как всегда, высший сорт. 200 баксов хватит? Чего? Да таких цен уже нет. Три сотки гони. Я расплатился бомжом. Взял мусор, пошёл в сторону дома. Вот бомж спекулянт. По-любому берёт его за три копейки. А продаёт уже по 300 баксов. Сталина на тебя не хватает. Не успел я зайти в подъезд, как сзади услышал голос. Молодой человек, а что это у вас в мешке? А, ну это, я, у меня там... Контрабандой мусора занимаетесь? Документы ваши, будьте добры. Вот, держите. Хм, у вас тут печати не все. Что, подделкой занимаетесь? Ой, извините, забыл. Во, вот это другое дело. Счастливого пути. Хороший полицейский. Документы проверил и отпустил. Сразу видно, правильный мужик. Я поднялся по лестнице, зашёл в дом. Мама всё ещё стояла в углу. Блин, совсем забыл про неё. Так, мам, ты всё осознала? Больше пятёрки получать не будешь? Ладно, выходи из-за угла. Мама довольная пошла в свою комнату. Стала учиться играть на гитаре. И зачем ей это? Хотя, может, популярной певицей станет. Будет в переходах петь за еду. Так, а чем бы мне заняться? Я сделал зарядку. Поиграл с собакой. Классно поговорил с другом по телефону. И больше мне никогда не звони, козёл. О, классная идея в голову пришла. Необычная такая. Пойду погуляю. Я оделся. Пошёл по своему району. Через пять минут увидел знакомых ребят. О, привет, ворюги. А погнали ко мне книжки почитаем. А то мне одному скучно. Так ты это, в библиотеку сходи. Там все найдёшь компанию. Хи-хи-хи-хи. Ты не очень предложение, пацан. Поинтереснее, чё? Пацан, так у тебя ж комп крутой. Погнали порубимся. Да вы чего, ребят? В компьютер играть только зрение портить. Да я его бомжам отдать обещал за бутылку. Ну и чё? Тогда вообще у тебя делать нечего. Я стал убеждать гопников пойти ко мне домой. Они ни в какую не соглашались. Наконец мне в голову пришёл гениальный план. О, граждане воры, а у меня же мама шеф-повар в элитном ресторане. Как раз картошечку-пюре приготовила с отбивной. Пальчики оближешь. Так ты чё молчал? Моя же матушка тоже в столовке работает. Масой, погнали. Мы с гопниками направились в сторону дома. Я был на седьмом небе от счастья. Ну, конечно, пришлось немного приврать про то, что мама повар. Ну а как бы я ещё заманил их к себе домой. Ничего, надеюсь, мама не подведёт. У входа в квартиру Сява спросил. Боб, а вы чё это? Дверь не закрываете? Да, конечно. Специально для воров оставляем открытую. А то работа у ребят сложная. Нужно помогать. Мы зашли в комнату, расселись по местам. Начали культурно отдыхать. Ну вот, хоть нормальные друзей домой привёл. Ой, простите, ради бога. Да ладно, я полы раз в год мою. Чем больше микробов и грязи, тем полезнее. Да, хозяйственная у меня мама. Ребят, вы развлекаетесь, а я сейчас. Я пошёл на кухню. Мама как раз чего-то готовила. Мам, а сделай, пожалуйста, свою фирменную пюрешку с отбивной. Гостей хочу побаловать. Конечно, сынок. Сейчас забабахаю. Я вернулся обратно в комнату. Всё, пацаны, сейчас будет пушка. Такой картошки вы никогда не ели. Через пять минут всё уже было готово. Угощайтесь, ребят. Ух ты, вот это пюреха. И вот оно правильно. Что моя мама знает, что мне верно. Конечно, не зря у неё три класса образования. Или её из третьего выгнали. Не помню уже. И тут произошло то, что мы никак не ожидали. В комнату залетела разъярённая мама. В руках её был пистолет. А ну как быстро, все свалили отсюда. А я играть сяду. Мам, ну что, опусти ствол. Видишь, как ребята напугались. Пошли вон отсюда. В утро. Мы быстро покинули квартиру. Я попрощался с гопниками и грустно попрёл по городу. Замечательное утро. Так сладко выспался. Хотя, можно ещё поспать, пока мама не видит. Я перевернулся на другой бок, стал засыпать. Сквозь сон услышал, как хлопнула входная дверь. Блин, неужели мама? Сынок, вставай на работу проспишь. Я посмотрел на часы. Будильник не сработал. Сломались походу. Выкинуть их пора. Мам, а ты куда пошла-то? Школу. Смотри, с плохими оценками не возвращайся. Да, конечно, сынок. Я обожаю учиться. Школа – это смысл моей жизни. И не дерись там ни с кем. А то, как в прошлый раз, вызвут к директору, а мне за тебя краснеть. Мама кивнула головой. Привнившимся взглядом ушла. Так, постель сейчас заправлю и на работу собираться буду. Какой матрасик мягкий, как облачко. Мне еще повезло. У меня кровать двуспальная. Мама вообще на коврике возле двери спит. А нашу квартиру мы сдали бомжам. Они нам платят тройную оплату за месяц. Очень выгодно. Конечно, они люди богатые. Могут себе позволить. Так, сейчас надо позавтракать и делами начинать заниматься. Я поднялся по лестнице. Позвонил в дверь. Эй, бомжи, открывайте! Что, облохли там все, что ли? Зинка открыла дверь. Отдала мне мусор, кофе и деньги. Сдач не надо! Я попробовал кофе. Ммм, вкусный-то какой! И правда, в пословице говорится, бомжи – лучшие повара. Я снова позвонил в дверь. На этот раз открыл Игорь. Че здесь? Дядь бомж, а вынеси чего-нибудь вкусненького позавтракать. А то мне сейчас на работу, а кушать очень хочется. Крыши меня достали, попрошайки! Ладно, стой здесь! Ну, сейчас полакомлюсь. Все-таки дядь Игорь – добрый бомж, хоть и очень богатый. Через минуту Игорек вынес мне завтрак. Любезно попрощался. Еще раз позвонишь, с лестницы спущу. Убей! Ммм, вкуснейшие макарончики! Свежие, прямо тают во рту. Ладно, хватит пузо набивать, пора на работу. Я спустился вниз по лестнице. Вышел на улицу. Погода отличная, конечно. Так тепло, аж зубы сводит. Сейчас бы еще наводнение началось, ну или конец света. Вообще бы здесь жить остался. Так, на общественном транспорте не поеду. Лучше по самому длинному маршруту пойду. Я все равно никуда не спешу. А работа для того и нужна, чтобы на нее опаздывать. Я шел мимо детской площадки. На качелях качалась девушка в длинной черной куртке. По силуэту очень мне напоминала мою маму. Я подошел ближе. Рядом валялся мой рюкзак. Ну точно она. Еще капюшон на голову натянуло. Типа ее никто не узнает. Мам, а ты не офигела? Ты чего здесь сидишь? Школу решила прогулять. Сынок, а ты ведь должен быть уже на работе. Я туда и иду. А вот ты почему еще не на занятиях? Да у нас первые две физкультуры, а у меня освобождение. Да конечно. Я вчера расписание твое смотрел. Первая у тебя математика. И контрольная к тому же. Все, наказано. Неделю без телефона. Ах так, тогда я вообще ухожу из дома. Не ищи меня. Иди, иди. Погуляешь и вернешься. Как есть захочешь. Эх, все еще не заработали. Хорошо запасные есть. Но работа уже опоздал. Пока ругался с этой прогульщицей. Ну ничего, к обеду приду и нормально. Подпустите. Я никуда с вами не пойду. Куда вы меня тащите? Иди спокойно. Я тебя научу, как на работу опаздывать. Это уголовное преступление. Да я опоздал всего на пять минут. Ну как раз. На пять минут опоздал, пять лет отсидишь. Ха-ха-ха. Ладно. Хватит меня кругами водить. Где живешь, показывай. Да вот здесь, говорю же. Мы с товарищем полицейским зашли в подъезд. Поднялись по лестнице. Пипец, что сейчас будет. Там же бомжи. Здравствуйте, товарищи родители. Ваш сын? Чего? Да что это за лось, товарищ мед? Он выше меня ростом. Мы, Зинаиды, еще молодые. Пока детей не хотим, для себя поживем. А за что вы его так? Что он натворил-то? Да на работу опоздал. Грозит ему теперь тюрьма. Лет пять, не меньше. Игорек, я давно тебе хотела признаться. У меня есть сын от Петра. Ты что, как ты думал, молчал-то? Так, ну все понятно. Значит, забираем пацана и с ним проводим беседу раздительную. Полицейский затолкнул меня в квартиру. Ушел дальше по своим делам. Зинь, это что правда? Блаженный твой сын? Да нет, конечно. Мне просто жалко стал по-человечески. А, ну ладно. Слушай, а зачем он тогда? Кормить его еще на халяву. А давай его усыновим, и квартирка станет нашей. Вот хитрые бомжи. Спасли меня от тюрьмы, и квартиру заполучить захотели. Но ничего, я что-нибудь придумаю. Не надо меня усыновлять. У меня своя мама есть. Я грустный зашел к себе в комнату. Включил комп. Как я по тебе скучал, мой хороший. Плохо тебе, наверное, с этими бомжами. Они играть-то наверняка не умеют. Че это мы не умеем, мы праздлившие геймеры? Геймеры! Ты че, пацан, знаешь, как я в CSGO шпилю? У-у-у! Да? А как купить М-ку? Пойдем, пойдем там, что-то готовило. Пойдем, поедим. Ты ничего не готовил, вы егарит. Пойдем, отец, тетя, поедим. Понятно все. Геймеры хреновы. Я загрузил CSGO, начал играть. Так, пацаны, все на Б. Там, походу, бомба. Пацаны, вы где? А, вас убили, походу. И вообще, вы боты. Офигеть, уже три часа прошло. Тетя Зина даже не ругалась. Моя настоящая мама давно бы шнур от компа забрала и в окно выкинула. Не так уж и плохо с ними жить. Не лезут ко мне. Кстати, интересно, что там делают мои приемные родители? Я выключил комп. Пошел на кухню. Зинка и бомж играли в карты. Зин, что-то есть хочется. Закажи, что, пиццу. А то на том это ты умеешь. Не нравится, найди себе кувариху. Зинка достала свой дешевый телефон, начала звонить в доставку. Пока я наблюдал за бомжами, в моей голове появился план, как выселить их из квартиры. Ну, сейчас вы у меня попляшете. Дядя Бомж, а давайте в карты сыграем. Ну, а что? Денег-то у тебя нет, нищеброт. Не то, что у меня. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну, например, на мою квартиру. Если вы играете, она ваша. О, пацан, нет шансов. Зин, давай покупай вина, будем на Василию отмечать. Ха-ха-ха. Тебе лишь бы нажраться, играй давай, я в тебе верю. Мы раздали карты. Начали играть. Пипец, я волнуюсь. Как будто хату проигрываю. А, блин, я же на нее и играю. Зин, ты за этим следи, Малу. Он шулер. Я таких по запаху чувствую. Или это не тот запах? Пацан, ты что, обосрался, что ли? Ха-ха-ха. Очень смешно, дядя Игорь. Берите карты. Мы играли один час, два часа, три часа. Да уж, что-то партия у нас затянулась. Но главное, что в итоге я выиграл. Игорь, ну ты лузер. Зин, ты начинаешь. Я и так весь надежу к тобой. Так, как бывает, подумаешь, поиграл. Через пару минут я уже мило прощался с бомжами. И чтобы духу вашего тут больше не было. Богачи, вонючие. Фух, наконец-то в нормальной квартире поживу. Забыли, что ли, чего? Я вернулся к двери. Открыл. На пороге стояла мама. Так, все понятно. Вернулась, значит. Ну, заходи, заходи. Мама прошла в коридор, сняла куртку. Стой, ты куда собралась? А ну-ка быстро в угол встала. И будешь здесь стоять, пока все не осознаешь. А осознаешь ты, когда я скажу. На следующий вечер я сидел на кухне и завтракал с сестрой. На столе, конечно же, стояла здоровая и невкусная еда. Фу, терпеть ее не могу. Что ты на нее смотришь? Ешь давай. Еда должна быть полезная в первую очередь. Да, конечно, Ирин. Я наоборот наслаждаюсь, сижу. С этими словами я положил чипсинку в рот. Запил ее колой. Пипец. Более противной еды я в жизни не видел. Как же она досталась со своим спортивным питанием. Вон, сама вся высохла от этой колы. Скоро и меня таким сделает. Думая об этом, я заметил, как сестра перестала есть и вышла из кухни. Ну, наконец-то ушла. Можно, пока ее нет, чем-нибудь по-настоящему вкусным побаловаться. Я залез в свой тайник. Достал кашу. Моя хорошая, всю жизнь бы тебя кушал. Сейчас погрею и вообще лучшей в мире едой будешь. Через пару минут лакомство уже стояло у меня на столе. Только я хотел положить первую вкусную ложку себе в рот, как на кухню залетела сестра. Ну ты вообще нормальный? Опять эту отраву ешь? Не только мышей отравить можно. Ну, сестра, я же немножко. Немножко он. Держи. Ешь нормальную еду. Эх, ну делать нечего. Придется опять эту фигню невкусную есть. После еды я довольный шел к себе в комнату. Ну, все как обычно. Опять возле зеркала трется. Как будто приклеили ее. Так, чего-то совсем скучно становится. Нужно чем-то себя занять. А что, лучше всего делать, когда скучно? Конечно, читать большую энциклопедию. Самыми пресными являются высокогорные озера. Денис, тебе не стыдно? Кто 8 января читает, сидит? Тем более большую энциклопедию. Блин, Ирин, я реально только съел. Все, хватит. Давай ее сюда. На бумагу туалетную пойдет. Или деду на папиросы. Вот пипец. Самую любимую книгу забрали. Ну и что теперь делать? Я посмотрел на компьютер. Да ну нет. В эту фигню я точно играть не буду. Говорят, от нее становятся задротами. И потом на чимпы по CSGO ездят. Хотя... Все, пацаны, я на АВП держу центр. Ни одна морда не пройдет. Ну слава богу, хоть делом занялся. Когда всех терроров перебьешь, не забудь пару карток за контрол засадить. Для баланса. Да я уже все, Ирин. Не могу в эту хрень играть долго. Здесь не смысла, не графики. Лучше пасьянс раскинуть. Ну или сапео. Мы с сестрой стали сильно ругаться по этому поводу. Я не хотел уступать Ирине. Но она привела в конце железный аргумент. Ладно, уговорил. Давай поиграем в разноцветные кидательные палочки. Ура! Это моя любимая игра. Я начал танцевать от счастья. Было такое хорошее настроение, что я даже решил сам выкинуть мусор. О, дядь Бомж, и вы тут? А погнали к нам домой. Покушаем. В игры поиграем. Ладно тебе, пацан, куда погнали? У меня вот здесь хозяйство свое. Дело знаешь сколько? Ладно, погнали. Мы с Бомжом довольные пошли домой. Поднялись по лестнице. Заперлись в квартиру. Ирин, знакомься. Это Бомж Игорь. Он будет жить с нами. Мое почтение. Очень приятно. Конечно, пусть живет. Мы с Алиным мужчином всегда рады. Пока мы с Бомжом устроились у меня в комнате, сестра стала все готовить. К игре в разноцветные кидательные палочки. Она поставила стул, на него коробку, сверху повесила саму игру. Мы скинулись. Мне выпало кидать первым. Я взял кидательные палочки, прицелился. Раз. Раз. Два. Три. Отлично попал. Думаю, меня они точно не перебьют. Дальше кидала Ирина. Стиль у нее был, мягко говоря, странный. Мы с Бомжом угорали над ней. Но результат превзошел все ожидания. Ирин, как это так-то? У тебя там что? Прицел в глаза вмонтирован. Сестра молча пожала плечами. Но было видно, что она что-то недоговаривает. По-любому она или пришелец, или терминатор из будущего. Вон даже в глаза, кажется, лазерная указка встроена. Хватит там базарить. Это моя очередь. Но я предупреждаю, равных мне во всей стране нет. Дядя Игорь стал рассказывать, как служил в спецназе. Затем в разведке ФСБ. А потом стал даже охранником в пятерочке. С такими навыками он по-любому сейчас выиграет. Броски бомжа были сильными, точными и непредсказуемыми. Казалось, даже сам Игорь не управляет этим процессом. Ну такое себе, дядя Игорь. Я думаю, можно было и точнее. Ты что, пацан, не понимаешь, что ли? Передо мной стоял терминатор. И я ему пронзил три важных органа. Все, хватит в эту фигню играть. Давайте заниматься спортом. Ирина ушла в другую комнату. Через минуту вернулась со спортивным снаряжением в руках. Мы тренировали руки, ноги, голову и даже пресс. Больше всего, конечно, отличился дядя Игорь. Его комплекс упражнений был наиболее интенсивный. Внезапно у меня зазвонил будильник на часах. Пипец, уже два. Нужно срочно на улицу. Я любезно проводил бомжа. Обулся. Вышел на улицу. Пройдя всего пару метров, недалеко я увидел полицейского. Он бежал ко мне. Пипец, неужели сейчас арестовывать будет? Что я сделал? Пацан, стой, держи деньги. Спасибо, но зачем столько? Тихо ты, это я наворовал, сходил утром. Сейчас еще пойду, потом заберу, а то с ними неудобно ходить. Полицейский стал убегать. Да уж, тяжелая у них работа. Родину защищают, рискуют жизнью. Не успел я до конца додумать мысль, как ко мне подбежал Гупин. Ой, здорово. А ты не видел, здесь мент мне пробегал? Такой, знаешь, в фуражке с тупым лицом на тебя еще похож. А, да, туда пошел. А что такое? Да ты что, это опасный преступник. Он в банке 3 миллиона евро украл. И киндер сюрприз из магнита. Вот это попадалово. Бедный полицейский. За 3 миллиона евро отмажется, конечно. А вот за киндер по-любому посадят лет на 10. Ладно, пойду домой. Нагулялся уже. Такое ощущение, что чего-то странное происходит в этом мире. Блядь, только что приходили из военкомата. Они забирают в армию. Ура, сестра. Офигенная новость. Я пойду. Нет, я пойду. У них только одно место. Ты что, Ирин? Ты же девочка. Или нет? Да девочка я девочка. Совсем с ума сошла. В армию намылилась. Да кто тебя туда возьмет? Ты же не умеешь ничего. Кроме как у зеркала вертеться. Да уж, сестра. Ты совсем спятила походу. Может тебя врачу показать? Кто спятил? Я спятила. Да я таких, как Девсоник судьбом на завтрак съела. С мужиками в танке горела. Все, все, Ирин. Успокойся. Убери ствол. Алло, это Дурдон. Здравствуйте. А вы можете приехать? А что у вас случилось? Да так, ничего особенного. Только приезжайте побыстрее. Я стал ждать врачей, считая каждую минуту. Оставаться с ней наедине было очень опасно. Я ждал 5 минут. 10 минут. 15 минут. Ну наконец-то пришли. Здравствуйте. Что у вас случилось? Да вон, посмотрите. Я думаю, это немного неадекватное поведение. Слышь, а что с ней? Да я откуда знаю? Вы же врач. Она вообще живая, нет? Мы с врачом стали осматривать Ирину. В руке у нее была бита. Почему-то нам не захотелось ее забрать. Это ко мне. Интересно, кто это? Я открыл дверь. На пороге стоял мужчина в военной форме. О, товарищ военный, а вы за нами? Мы едем в армию. Не едем, а идем. Пока вас ждали, соляра вся сгорела. Да вы не переживайте, здесь недалеко. Километров 700. Ну и это, делал торгнем заодно. Хм. Это было доброе, хорошее утро. Началось все с того, что меня разбудила любимая сестра. Как отрыгнуть, урод. Обожаю, когда ты меня будешь, Ирин. Знаю. Ты уже целых 20 минут спишь. Вставай давай. Ого, спать целых 20 минут. Капец, я Соня. Я встал с дивана, посмотрел на часы. Ууу, до уроков еще целых 5 минут. Люблю, когда не надо спешить. Я пошел на кухню. Надо чего-то поесть. Завтрак должен быть легким. Поэтому я съел весь суп, немного пюре с котлетами. Ну и запил все это кружечкой компота. Опять ничего не ел? Ну так, перекусил немного. А ну ешь нормально. Короче, я еще чуть-чуть поел. Эх, наконец-то могу идти в любимую школу. Я взял портфель, собрал туда все необходимое, надел куртку, обулся, отправился к любимым одноклассникам. Эх, вот бы сегодня было уроков 8 и пару контрольных. Пошел нафиг, дядя Бомб. Тебя того же, идите в одно место. Мы мило поздоровались с бомжом, и я пошел дальше. По дороге в школу меня обрызгала машина. Спасибо тебе, добрый человек. А то куртка была вся чистая. А так ходить не принято. Теперь хоть на человека стал похож. Машка большие глаза. Любит грязные вещи. Точно моей будет. Опоздав совсем немного, часа на два, я дошел до школы. После уроков я довольный шел с каторги. Блин, если бы не 4 математики подряд, день был бы отстойным. А так вообще кайф. Даже две контрольные были и один диктант. В знак прощания я помахал одноклассникам. Они мне тоже этот палец показали. И еще чего-то кричали в ответ. Наверное, желали мне хорошей дороги. Эх, какой все-таки у нас дружный класс. Вон мой лучший друг Мишка даже снежком меня по лицу погладил на прощание. Ой, что-то я так устал. Поеду на автобусе до дома. Я стоял на остановке 5 минут, 10 минут, 15 минут. Водитель автобуса специально не стал останавливаться, чтобы я пробежал одну остановку за ним. Конечно, все водители заботятся о нашем здоровье. Когда я еще побегаю-то? Через 5 минут бега я остановился. Да уж, чего-то я оказался не такой спортивный, как думал этот замечательный человек. Пойду пешком домой. Подождите, сегодня же 28 января. Чуть не забыл. У сестры сегодня день рождения. Вот почему она была такая добрая с утра. Я пошел в сторону дома. По дороге стал думать, что же ей подарить. Нужен какой-то особенный подарок. Не айфон же дурацкий 12 про дарить. Такому подарку никто рад не будет. Надо подарить ей что-то, что сама она себе никогда не купит. Во, старая бутылка, отлично. У ее подруг небось такой нет. Вот они умрут от зависти. Но этого все равно мало. Я же ее люблю. Надо подарить прям хороший подарок. На столбе я увидел чей-то плакат. Ого, наверное, это какой-то знаменитый актер. Раз его плакаты по всему городу висят. Постойте, этот мужик очень похож на него. Да, это точно он. Здравствуйте, а можете мне автограф дать? Первый раз звезду встречаю. Как вы мне все надоели. Ладно, давай. Я получил автограф от известного человека. Круто, конечно. Но это все равно не тянет на лучший подарок. Тогда я решил спросить совета у этого успешного актера. Дяденька, а подскажите, чего можно подарить сестре на день рождения? А ты ее любишь? Ну, конечно. Это же моя родная сестра. А, ну тогда ничего. Точно. Ничего я еще никто не дарил. Спасибо вам огромное. Взамен на совет я отдал все деньги и телефон. А зачем они мне? У меня теперь есть ничего. Я хорошенько поблагодарил актера. Счастливый пошел поздравлять сестру. Через пару минут я зашел домой. Аккуратно разделся. Осмотрел все комнаты. Странно. Сестры нигде нет. Ну, это хорошо. Как раз подарок упакую. Так, кладем ничего в коробку. Ну вот, остался только бантик. Готово. Теперь можно и в комп немного поиграть. Я его, конечно, ненавижу, но все равно делать нечего. Я включил эту хрень. Загрузил CSGO. Эй, вы чего так круто играете? Зачем выигрывать-то? Я наорал на всех тиммейтов, потому что они очень хорошо играли. Как так можно вообще? Какой смысл тогда играть в контру? Я решил показать всем свой уровень мастерства. И умирал в начале каждого раунда. Мы слили 7к так подряд. Все начали меня благодарить. Молодец. Молодец. Красава. Затащил. Учитесь как надо. Не зря я каждый день по минуте играю. Неожиданно в дверь кто-то позвонил. Я подошел к двери. Открыл. На пороге стоял грустный дядя бомж. Дядь Игорь, вы чего приперлись? Да это, мы феррари украли, пацан. Что? Надо срочно вызвать полицию. Я пригласил бомжа в дом. Привел на кухню. Пока мы ждали полицию, я напоил бомжа своим фирменным горячим чаем. Затем успокоил дядя Игоря, как я умею. Ну че ты, ну? Спасибо за поддержку. Да не за что. Вы угощаетесь. Ничего себе, откуда все это? Капец ты миллионер. Сегодня просто день рождения сестры. Раз в год шикуем. Ха-ха-ха. Вдруг в дверь опять позвонили. Но это-то еще кто? Я открыл. Это был полицейский. Кстати, приехал он быстро. Всего через пять часов. Че надо, шкет? Полицейский отдал честь, и я пригласил его в дом. Ух, ничего себе у вас поляна. Че, день рождения шо ли? Я сказал, что у сестры. А подарок-то у тебя есть? Конечно. Сейчас покажу. Я достал подарок. Показал им ничего. Бомж и полицейский сильно удивились. Ничего себе. Очуметь. Ты где достал это? Мне один знакомый актер посоветовал. Я жене такой на свадьбу дарил. Она плакала от счастья. За разговором мы совсем забыли про дядю бомжа. У него же украли Феррари. Полицейский аккуратно привел его в чувство. Теперь дядя бомж начал рассказывать, как у него угнали машину. Как он отбивался от тысячи зомби. И пока он с ними дрался, Феррари уже не было. Полицейский стал его успокаивать. Ну и ладно. Подумаешь. Вот если бы самокат украли, тогда ладно. Ну или приору. Самокат? Да откуда у меня такие дядюшищи? Это 10 Феррари надо. Да не переживай. Найдется. Потом сюрприз будет. Точно. Я совсем забыл. Было бы круто устроить для сестры сюрприз. Надо позвать всех, кого она плохо знает и никогда не видела. Так. Бомж и полицейский уже здесь. Это отличная компания. Но надо больше. Я распечатал много пригласительных. Решил раздавать их всем прохожим, чтобы устроить сюрприз сестре. Бомжа и полицейского пока оставлю дома. Это самые надежные люди. Да и деньги на видное место положу. Будут охранять. О, и мусор на хранение отдам. А то еще испортится, не дай бог. Когда я вышел на улицу, я сразу стал приглашать всех на тусовку. Приходите на день рождения сестры. Вы ее никогда не видели. Ого, тогда конечно придем. Мам. Иди. Потом я позвал друга дяди Игоря. Ну, чтобы одному бомжу не было скучно. А, Иринка, которую я никогда не видел. Конечно приду. Отлично. Но надо еще кого-то. Через пару минут я как раз случайно встретил Мажора. Ну и конечно, какой день рождения без знаменитости. Простите, что отвлекаю, товарищ звезда. Приходите, пожалуйста, на днюху к моей сестре. Вот актеры талантливые. Даже двери без ключа открывать умею. Я вернулся домой. Стал дожидаться, пока соберутся все гости. Дверь не буду закрывать, чтобы сразу знали, куда идти. Во, как раз подложу, чтобы не захлопнулось. Короче, я собрал целую тусу. Никто, как и положено, не знал сестру. Вдруг ребята почему-то все начали отмечать заранее и по-своему. Актер репетировал роль. Гайзово золото! Да, конечно. Оно в тумбочке. Только не стреляй. Бомжи оказались самыми жесткими тусерами. Ах. Дядя полицейский играл в КС. Да я твою маму в кино водил. Сейчас пойти пробью и приеду. Я не удержался и спросил. Дядь мент, а почему вы за терроров играете? Ну не за мусоров же. Ну да, логично. Мажор оказался самым невоспитанным. Просто сидел на кухне и ничего не делал. Мне аж противно стало. За этим бурным весельем я даже не заметил, как зашла сестра. Что здесь происходит? С днем рождения, сестренка. Это сюрприз. И вот, это тебе ничего. Ура! Это лучший мой день рождения! Спасибо! А ты кто? Я стоял в шоке. Сестра не знает, кто я. Как же так? Мы с ней столько лет вместе живем. Это же я, твой брат. Не было никогда у меня брата. Тут подошел полицейский и все понятно объяснил. Походу ей в жбаншем дарахнули. Я не понял ни слова и переспросил. В смысле в жбан? Ну, кукуху ей снесли. Я снова ничего не понял. Видимо, тут нужен русско-полицейский словарь. Ну, чердак сломали, фляжка потекла, жахнули по голове так, что шарики за ролики заехали. Тогда дядя Бомж выступил настоящим дипломатом и все доступно перевел нам с сестрой. Видите, голубчики, любезный сударь излагает, что эту даму ударили аккурат по голове. И теперь у нее амнезия. Она теперь ничего не помнит. Ого, так я точно так же и сказал. Полицейский протянул руку сестре. Кстати, здрасте, я президент. Очень приятно. Для меня большая честь. Капец, вот это праздник удался. Сестра теперь не знает, кто она и где. Вот и что теперь делать. Ладно, Ирин, давай я всех провожу и будем с тобой разбираться. Я отправил ребят по домам. Сделать это было максимально просто и по-доброму. А ну вали отсюда, буду стрелять. Ну все, теперь можно и с сестрой все вопросы решить. Ирин, ты что меня реально не узнаешь? Все понятно. Отдохнуть прилегла. Нашла время. Ну сейчас я тебе устрою. Я пошел на кухню. Вооружился половником. Кастрюлей. Вернулся к Ирине. А ну вставай быстро, разборелась она здесь. Ох, ладно, сестренка. Ты сама напросилась. Сейчас будет очень жестко. Раз, два, три. Ирин, давай вставай. Что случилось, Денис? Ты чего так орешь? Ну наконец-то вспомнила. Ничего, переживешь. Как еще тебя такую соню будить? Так все, хватит дома сидеть. Сегодня пятница, пойду на улицу тусану. О, мой кореш. Ты чего такой грустный? Чего случилось? А, ну прикинь, закопил на это, на приору. Ну как положено, белое, заниженное. А мне вместо нее ламборджини пригнали, прикинь. Ой, Горь, ты какой, дядя бомж. Чего делать собираетесь? Да что, у меня тут это, пару пачек евро осталось. Возьму, распилю эту ламбу на металл. И доплачу, и возьму наконец свою малышку. Хе-хе-хе. Ого, приору. Не, девятка возьму, в жопу приору. Ну что, сынок, ты нашел бананы? Или так и останешься навеки между мирами? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Субтитры создавал DimaTorzok